Центральная часть города на улице плюс 50. Жители стараются скрыться от знойной жары. Кто-то надеется хотя бы в общественном транспорте охладиться под кондиционеров. Но таких, похоже, не очень-то и много. Ербол Уразов – водитель одного из городских автобусов, мужчина рассказывает. В его автобусе нет кондиционера, да и сами жители зачастую против. Бывает, что просят кондиционер включить. Одни не просят, да и опасно это в жару. А это другой маршрут. Пассажиры тут не могут договориться, как должен работать кондиционер. Водитель рассказывает, бывает и такое, что на работу кондиционера не хватает голубого топлива, приходится заправляться дополнительно. А это трата времени и денег. Да, бывает, что приходится ездить на дозаправку, но нам хватает, просто времени много занимает. А что касается работы кондиционера, там мнения у всех разные. Всем не угодишь. Да, мне не нужен кондер, сейчас опасно. А мне нужен. У нас невозможная жара. Как тут жить? А как без кондера? Вы посмотрите, что творится на улице. Медики советуют не злоупотреблять. Пользованием кондиционера при этом, напоминает, важно соблюдать температурный режим, который, к слову, не должен превышать 5 градусов температуры с улицы и в помещении. Важно при работе кондиционера, чтобы окна и двери были закрыты. Температура, если, например, на улице 40, то в помещении нужно на несколько градусов делать ниже. Важно понимать, что от работы кондиционера можно заболеть артритом, гайморитом, простудой. Можно простудиться сильно и последствия могут быть нехорошими. Важно сохранять правильную температуру. Раньше у нас не было кондиционеров. Теперь пошли новые автобусы. Что касается работы кондиционеров, мы обратились во все 16 компаний с требованием, чтобы температуру в автобусах поставили нормальную, чтобы не было споров. А если вопрос касается дополнительных трат на топливо, там уже эти проблемы должна решать сама компания. Только в тени температура воздуха почти 40, где укрыться от знойной жары в Шимкенте вопрос сложный. Опасно простыть, тем более во время карантина. Есть страх оказаться в числе инфицированных COVID-19.